Друзья, всем здорова, с вами проект Ферум Лайв, я Сергей Шихайлов, и сегодня у нас завершающее видео в трилогии Сравни Poco F3 со всем, чем только можно. В опыте использования этого смартфона я предложил сравнить его с Xiaomi Mi 11, что, собственно, мы и сегодня и будем делать, с Poco X3 Pro и с iPhone XR. Вы проголосовали сравнить его со всем. Осталось сравнить с MacBook, нашим электрочайником и моим левым ботинком. Вот, но, возможно, это тема для одного или нескольких следующих видео. В комментариях, опять-таки, голосуйте! И перед тем, как мы к самому контенту перейдем, я напомню, что это сравнение, это не обзор. Общее, мы не будем упираться в мегапиксели в камерах, мы не будем рассказывать вам сейчас про миллиампер-часы в батарейках и вот это вот все. Есть обзоры, ссылки на них есть в описании, проходим, смотрим дополнительную информацию. Сейчас тупо вот именно сравнение. Вроде это была самая важная информация и перед внешностью мы скажем, что из важных отличий в комплекте с Mi 11 идет более мощный зарядник на 50 ватт, если я ничего не путаю. А, если я ничего не путаю, с Poco F3 33-х ваттный блок. Поехали смотреть на внешность. Poco F3 выглядит точно так же, как и в двух предыдущих сравнениях. Он абсолютно не повинялся с тех пор. Это такая типа почти зеркальная хрена-бубена, которая выглядит сильно дороже, чем стоит на самом деле. И это прекрасно, потому что покупая смартфон за недорого, мы за все вот эти годы, когда Xiaomi покорял рынок, мы привыкли покупать какую-то сырулю, вы догадываетесь откуда, выскобленную. Потому что, ну, давайте откровенно, Xiaomi Redmi Note 2, он был классным смартфоном, но он выглядел примерно никак. И вот шли годы, Xiaomi, Xiaomi Ali, Xiaomi Ali и вы Xiaomi, теперь их не очень дорогие телефоны выглядят и вправду достойно. Крутяк. Это стекло, тут стекло, это металл, покрытый пластиком, поэтому можно сказать, что в некоторых местах все же пластик, но если вытащить лоток под симки, будет видно, что там основа металлическая. Это Xiaomi Mi 11, и вы не поверите, со времен съемок, опыта использования этого смартфона и его сравнения с Xiaomi Mi 11 Ultra, он тоже абсолютно никак не поменялся. Вот это тоже стекляшка, выглядит радужно, интересно, есть другие цветовые решения, как, собственно, и в случае Poco F3, которые тоже бывают в других цветах. Тут он просто, как бы, темное такое вот у нас подложечко, темное подложечко, это не оговорка, так, правильно, спросите у своего учителя по русско-японскому языку, и он вам скажет, что вы молодец. И вот, значит, есть и другие цветовые решения, но это вот косит под керамику, выглядит богатенько. Это более жизнерадостное такое, скажем, радужное, тоже выглядит интересно. Важно то, что тут у нас стекляшка, ну, типа, как бы, что-то там матовое, и она не так быстро-то и пачкается. Но мне сложно говорить, что это матовое стекло, оно более ухватистое, нежели вот это вот глянцевое. Потому что в потных руках, а сейчас тепло на уличке, наконец-то, слава богу, и рученьки-то преют, у меня Mi 11 в руках сидит значительно более уверенно. Возможно, для кого-то это сыграет роль. Кроме того, мы вот так вот смартфоны рядышком поставим, вы увидите, что в высоту они плюс-минус одинаковые, как и в ширину, как и в толщину. Но более округлым ощущается Mi 11, и поэтому он в руке сидит более круто. Более того, лицевая панель этого смартфона, кроме того, что у ней тоже есть экран и фронтальная камера, и лиляет на поля. Мы вот так вот возьмем смартфон, вот так. И я надеюсь, что вам будет замечательно просто видно, что в месте перехода ребра в экран у нас есть, вы не поверите, экран. Потому что он очень сильно туда скруглен, заломлен, зализан, замят, зачпокан. И с тактильной стороны вопроса, это прикольно. Потому что ты листаешь столы, и вот, блин, оно и во-первых листается в этом месте интереснее. И картинка реально куда-то там типа в ребро уходит. Это прикольно. Но будут ли у вас фантомные нажатия, и как просто поклеить защитное стекло на такой экран, это вопрос открытый. С Poco F3 тут все прям намного проще. Следующий важный момент. Влагозащита в Poco F3 IP53. И, естественно, это так задумано, потому что в Poco F4 будет IP54. Нет, конечно, но это был каламбур. А вот в Xiaomi Mi 11 влагозащиты нема. Зато в Xiaomi Mi 11 есть беспроводная зарядка, которая в Poco F3 нема. Что еще, Сережа, из отличий? Конечно, дорогие друзья, они есть. Мы берем смартфон, который у нас именуется не иначе, как в Poco F3, в руку. Гасим его экран, делаем хатыщ. И он почему-то впервые за миллиард лет не узнает мой палец. А теперь вот вроде бы все нормально. Что такое? Обновление Сережа поставил, да? Ну, в общем, до сегодняшнего дня местный сканер пальца не подводил меня ни разу. Вот. И тут что-то на него прилетело. Он теперь вроде бы как нормально работает, но почему-то иногда-то сбоит. Ребята, честно, перед записью этого видео никогда у него не было ошибок. Вот, у него сканер пальца не под экраном, а сбоку. А вот это уже Xiaomi Mi 11, который мы тоже гасим. У него выводится Always Zone. Мы прижимаем вот сюда пальчик. И, как мы видим, под экранный сканер внезапно палец мой считывает. Просто потому что может. Это на самом деле важное отличие. Честно, мне больше нравится вот так. Поко F3 прикольнее по моему скромному и, конечно же, субъективному мнению. В остальном, оба аппарата собланы. Холошо. Вот ни единой претензии я не имею. Вроде бы как все круто. По дизайну важно. Возможно, не все меня поняли. Мы вот так вот смартфоны ко мне в ладонь положим. Вы увидите, какие они уже залапанные. И в пылюке. И обсудим вот это. Естественно, более флагманским устройством, да и более древним, является Mi 11. И когда ребята создавали дизайн Poco F3, они, по моему скромному мнению, тупо его перелезали. Островочек. Так, сделаем тот же островок, но чуть по-другому. Сделали. Берем два объектива камер. А вот они. Берем вот, собственно, что у нас тут вспышка и очень нужный модуль. Мы их поставим сюда, значит, модуль, сюда вспышку. А сюда, типа, там, микрофон какой-то или что-то. Охрен его пойми. Муха засохшая. Так на клей прилепим. Вот. И вроде бы оно и по-старому выглядит, а вроде и по-новому. Но, с одной стороны, вроде плохо, что что-то там пытались скопировать и вдохновлялись. Но, с другой стороны, вдохновлялись-то сами собой. И это как-то выделяет нынешние продукты Xiaomi на фоне всего остального, что есть на рынке. Молодцы. Вот. И при этом у гаджетов есть какая-то самобытность и свой интересный дизайн. Переходим к экранам. Вы наблюдаете лицевые панели обоих смартфонов. И за исключением того, что здесь у нас кнопки навигации по системе, а здесь у нас жесты, в остальном вроде бы как все одинаковое. Сережа молодец, Сережа пристарался, потому что обойки одинаковые такие установлены, чтобы вы не ругались. Вот вы любуетесь на всю эту самую красоту. И в этот прекрасный момент мы внезапно гасим экраны устройств. И вы увидите пылюку, побелку с потолка, которая на них нападала. И в этот момент вы замечаете, что у обоих устройств есть Always-On экран. В этом самом месте, я не знаю почему именно сейчас, но очень хорошо, что я вспомнил про Taptic Engine, который есть и в одном и во втором смартфоне. И в Mi 11 он приятнее, он ощущается сильнее. И он, ну, мощнее примерно раза в два. Возможно, для вас это важно. Вот. Но, но мы продолжаем сравнение экранов наших замечательных. И в этом самом месте мы смотрим на диапазон регулировки яркости. Видим, что вот так выглядит нижний порог. Вот так выглядит нижний порог на втором смартфоне. И имхо, они примерно одинаковые, но Mi 11 чуть-чуть темнее. Вот это, вот это порог максимальный здесь, а и вот здесь, а. Есть. И опять-таки ярче Mi 11. И это не странно, потому что у него что пиковая яркость экрана выше, что типичная максимальная яркость у него выше, чем в Poco F3. Тыц. И теперь мы делаем вообще финтушами, мы сделаем где-то вот такую яркость здесь и где-то вот такую же ярко... Тише. Где-то вот такую же, ну, примерно яркость здесь. И мы видим, что на Mi 11 все хорошо, а здесь появляется шим. И если мы откроем настройки, например, и еще и скинем яркость для того, чтобы просто это еще лучше было видно, еще чуть ниже, да? То мы видим, как оно просто конкретно лупасит. И, естественно, ничего приятного в этом нет. А на Mi 11 все хорошо. И имхо именно это является определяющим фактором, который толсто намекает, что экран в Mi 11 лучше по разрешению, по яркости. И тем, что у него есть DC-димминг, глаза от него у вас болеть не будут. А вот Poco F3 может насиловать зрение людей, чувствительных в этом плане. Возьмите это во внимание. В остальном экраны хороши и по чувствительности сенсорной сетки, и по отрисовке цветов. Ну и олвый зон экран есть и там, и там. И в Mi 11 сканер под экраном. Теперь мы переходим к звуку. И сначала очень быстрый комментарий по звучанию аппарата в наушниках. Как вы заметили, мини-джек анима не там, не там. Поэтому придется юзать. Либо беспроводные наушники, коих на рынке сейчас просто до черта. И их выбор не станет проблемой. Особенно если вы посмотрите сравнение Дмитрия и Алия. Недовича беспроводных ушей на канале Ferrum.com. Отчего у вас... Ну, я не буду ничего сейчас фантазировать. Все просто в жизни станет хорошо. Тут же, вот, надо подивиться и выбрать там себе что-то хорошее. Или, вариант номер Б, мы подключаем переходничок и подключаем наушники проводные через Type-C порт. Разницы в звучании этих двух смартфонов ноль. Они в среднем по рынку звучат хорошо. И детализация у них нормальная. Ничем не выделяющаяся. ЦАПа встроенного ни там, ни там нет. Ну, выделенного. Вот так правильно будет сказать. Теперь мы тестим мультимедийные динамики. И так как у нас сегодня праздничный выпуск с завершения сериала Сравни Poco F3 совсем на свете. Вот, мы послушаем не Рамштайн зоны. Мы слушаем клип Гоа украинской замечательной группы. Мы видим, что максимальное значение на Poco F3 и такое же максимальное на Xiaomi Mi 11. И с кого мы начнем? Давайте с Mi 11. Последночка, последночка, заглянем веконце. Громче звучит Mi 11. Детальнее звучит Poco. И там, и там есть стереопара. И там, и там динамики очень достойные. Опереть на завтраке об солоничку, вазу с цветами для вашей любимой супруги. Или, я не знаю, об конструктор Лего вашего сына. Вот так вот поставить и смотреть там какой-то Netflix и наминать там булгур. С чем там у вас сегодня был? С отбивными. С отбивными. Вот это самое оно. По звуку разобрались. И там, и там условно уровень достойный. И нет пропасти между аппаратами. Теперь мы будем переходить к камерам. Начинаем с фронталок. И МХО она веселее в Xiaomi Mi 11. Потому что она тупо дает нам больше деталей. А вот угол чутка пошире у Poco F3. По передаче цвета особой разницы между аппаратами нет. Иногда один чуть-чуть более яркую картинку выдаст. Иногда второй чуть более темную. Все. Теперь переходим к основному блоку камер. Если мы говорим про сверхширики, то не копая глубоко, мы просто скажем, что сверхширик лучше у Mi 11. В первую очередь по детализации. Чуть-чуть смотришь кропы, буквально чуть-чуть зумишь картинку полученную. И ты видишь, что на Poco F3 там в принципе можно прочитать буковки, которые находятся где-то там в углу кадра. А на Mi 11 ты можешь это сделать с комфортом. Потому что они абсолютно не мазанные. И они детальные. Вот. Сверхширик лучше у Mi 11. Если мы говорим про снимки из основных сенсоров, то опять-таки картинка тупо детальнее, при этом сильно детальнее у Mi 11. В остальном все очень и очень сильно похоже. За исключением того, что по моему скромному мнению с HDR лучше работает Poco F3. Вроде бы все. Теперь мы говорим про снимки ночные. И в общем и в целом я сказал бы, что опять-таки все очень сильно схоже. Но на сверхширике у Xiaomi там есть какие-то детали. У Poco F3 их нет вообще. Это сплошная мазня. На фотографиях с основных сенсоров опять-таки картинка, как по мне, чуть-чуть детальнее у Mi 11. Теперь мы говорим про видеосъемку. И очень важный момент. Xiaomi Mi 11 умеет писать 8К ролики и 4К ролики, естественно. А вот Poco F3 умеет только 4К. Если мы на эту разницу сейчас глаза закрываем и сравниваем только 4К контент со смартфонов, то я могу сказать, что он практически ничем не отличается. И там и там адекватная передача цвета. И там и там адекватный динамический диапазон. И там и там стабилизация в роликах. Есть! И на эти ролики смотреть хочется. Все действительно очень хорошо, красиво, бодро. Зашибись! Более того, Xiaomi, видимо, какую-то обнову выпустили. И теперь нет пульсации в роликах на Xiaomi Mi 11, которая была из-за переэкспонировки и другой каки. Теперь все гладко и реально хорошо. Вот. При ходьбе такое было. Теперь можешь ходить, можешь бегать с Mi 11 и контент все равно будет достойным. Но мы, естественно, не можем и не будем забывать о том, что Xiaomi Mi 11 умеет 8К, а Poco нет. Теперь мы говорим о железе и смотрим на скрины. Естественно, в первую очередь, самый главный скрин, потому что, я думаю, в Antutu ориентируются все. 800 тысяч попугаев и даже 700 тысяч нет. А точнее 800. Одна и 669 на Poco. Кто быстрее? Очевидно, Xiaomi. Мы не будем упарываться сейчас в детали, выглядывать, высматривать каких-то попугаев по CPU или GPU. Мы сразу перейдем к самому главному. Мы перейдем еще и к троттлинг-тесту, который в игровом режиме, естественно, и там, и там он программ. Значит, в F3 картинка, как вы видите, идеальная, практически ровная, красивая. Реальный троттлинг составляет всего 17%. То есть, в пике, где самая зеленая картинка, у нас 264 гипса. А вот здесь, в минимуме, 202. Ну, то есть, сносно в целом-то. Тем более, что вы видите, что падения, да, они есть, но они совсем не частые и не глубокие. Здесь, в топе, 249, минималка 127. Троттлинг до 37%. Это неадекватно, это ненормально. То, что по гипсам есть отличия, не обращайте на это внимания, потому что мы не гоняем в 100 потоков. Мы гоняем, по-моему, то ли в 20, то ли в 10. Ну, то есть, столько, сколько оно в стоке предлагает. Мы сейчас говорим именно про сам троттлинг. И он сильнее на Xiaomi Mi 11. Спасибо, камера, самое важное, ты снять позволила. Вот. Значит, к чему я клоню? И там, и там. Современные игры. Все будут летать на максимальных настройках. То есть, вы себе ни в чем отказывать не будете. Включили на танках максимальную графику и погнали. На геншине и погнали. Разница в том, что быстрее закипит Mi 11. Потому что заставить закипеть Poco F3 можно. Его можно подключить к зарядке. А перед игрой, в принципе, троттлинг-тест погонять. Он нормально нагреется. И вы буквально там за 5, за 10, максимум 15 минут в том же геншине или в танках будете ловить фрезы, выпавшие кадры и так далее. Вот. Но не в синтетически созданных, а в реальных условиях заставить закипеть Poco тупо тяжелее. Поэтому для длительного гейминга интересней он. А так, естественно, в принципе, производительнее Mi 11. Но, как мы с вами знаем, 888 дракон, он достаточно прожорливый. И пока его очень мало кому удалось действительно охладить и оптимизировать. Так, чтобы в него долго можно было без попоболи играть. Но и мы надеемся, что Xiaomi они чудотворцы. И они справятся с этой непосильной задачей. Единственный скриншот, который я, к сожалению, не успел вам показать. Это скриншот автономности. И я, наверное, даже не поленюсь и бахну один скрин вот тут, а второй скрин вот там. Но прокомментировать я их должен все равно сейчас. Мы имеем 6 часов 40 минут на Mi 11. И мы имеем 9 часов 10 минут на Poco F3. Это говорит о том, что Poco F3 живет примерно в миллиард раз быстрее и дольше, чем Mi 11. Естественно, это не касается ребят, которые живут в играх. Они будут заряжать что один, что второй смартфон несколько раз в день. В бытовом использовании Poco F3 проживет день железобетонно. И, возможно, при относительно экономном использовании еще половинку второго дня, хотя вряд ли. А Mi 11, да, будет жить реально день и с очень большой натяжкой на утро следующего умрет. Такие пирожки. Теперь мы смотрим на цены. Заходим на e-каталог, пишем здесь Mi 11 в поиске. Нам выкидывает огромную массу вариантов. На нас интересует обычный Mi 11 и на 128 гиг. Тыкаем на вкладочку, где купить, фильтруем по цене, видим, что предложений тупо масса. Но официальная цена, вот перед вами, 23 тысячи гривен, что в свою очередь 820 баксов. Poco F3, в свою очередь, так, тоже на 128. Тыкаем, где купить, фильтруем по цене, видим, что от 10 с копейками начинается и растет, растет цена. И официальный он должен стоить, ну вот, пожалуйста, Foxtrot 12 тысяч гривен. 428 долларов. Этот 420, а мишка 821. Ну, очень грубо говоря, в два раза дороже. Ну, давайте посмотрим, что есть на рынке за примерно эти же деньги. Смотрим, что у нас есть в диапазоне от 12. И давайте чуть-чуть задерем планку, поставим до 25, а не до 23. Сразу же 120 моделей. Это, конечно, до черта мы это все просматривать не будем. Поэтому мы заюзаем фильтры. Бац, 120 герц в экране поставили. Все, уже 16 моделей всего-навсего. Но мы еще усложним поиск от 8 до 12 гига оперативы и камеры на 48, 64 и 108 мегапикселей. Я думаю, что уже хватит, но опять-таки мы же любим смотреть на новинки, то есть на модели 2021 года. Смотрим, из чего же нам предлагают выбирать. Есть Mi 11, есть GT Neo от Realme, OnePlus 9 и 9 Pro, Mi 11i, есть OnePlus 9R и Poco F3. И самое интересное, знаете что? Вот сюда вот посмотрите, даже те, кто не ориентируется в гривнах, этот стоит 2 наху. И это тупо самая низкая цена из всего этого каталога. Ну, может быть, Realme рядышком плавает. В общем, выбор есть. Да, по вот этим фильтрам есть из чего выбрать. Но Poco F3 это ультимативное решение, когда дешево и прямо очень сердито. Ну, а у всех тех, у кого денег много, у вас есть куча альтернатив. Например, на тот же OnePlus совсем не грех посмотреть. Выводы. Что же купить? Взять Xiaomi Mi 11 или Poco F3? На самом деле, это 45-й дубль записи этого кусочка видео. Поэтому я постараюсь быть очень кратким и рассчитывать на вашу фантазию и догадчивость. Poco F3. Это замечательный, красивый смартфон, который мне на самом деле очень даже нравится. Но он сливает Mi 11 по ряду характеристик. 108-мегапиксельная камера. Snapdragon 3.8. Ну, не могу сказать, что дизайн прям лучше, но он точно самобытный и оригинальный. Динамики вроде бы как повеселее. И самое главное это экран. Потому что он более высокого разрешения и в нем нет шим. Вернее, он есть, но есть DC Dimming. Poco ему из козырей может противоставить автономность, которая в некоторых ситуациях будет лучше. А под дикими нагрузками разницы реально нет. И можно где-то там что-то выковырять и сказать, что мне удобнее сканер пальца сбоку. Или что-то в этом духе. И попытаться ему пришить хоть какую-то медальку на грудь. Но самое важное, что отличает эти два смартфона, это шим, который тут есть. И не сопровождается он DC Dimming'ом. И который излечен от УТО. И поэтому Mi 11 тащит для всех тех, у кого есть боязнь глаз перед этим, кто страдает. Действительно, у вас нет тут выбора. Mi 11 рулит. Во всех остальных ситуациях Mi 11 нах. Почему? Несколько просто примеров. Тут не Snapdragon 3 восьмерки, а вот здесь вот да. В Mi 11. И что? Реально, по факту, вы и там, и там в те же танки будете на максималках катать. И в Genshin тоже. Но просто вот этот закипит быстрее. И разницы нет. Все. Камера 108 мегапикселей. Объективно и реально вы будете этими 108 мегапикселями пользоваться 2, максимум 3 раза за жизнь этого смартфона в ваших руках. Потому что в остальном это будут игрушки. Разве что вы поедете куда-то там единственный раз в жизни на какой-то там очень далекий остров. И захотите там сделать фотку в максимальном разрешении. Может быть. Или вам надо по работе делать такие снимки. Тогда базар анема. Это действительно важно. В остальных случаях вы не будете пользоваться 108 мегапиксельным разрешением. А будете фоткать в авто. Потому что так тупо быстрее. И вообще ну его нахрен лазить в настройки. Потому что и в авто фотки топчик. Можно скинуть даже на большой монитор. Разматривать. Так тут будет примерно все то же самое. Как мы увидели. Да. Сверхширик рулит. Но это надо вглядываться. А так вообще фотки-то похожи. По производительности сказал. По автономности. Но тут мнимый разрыв. По корпусу. Сказать кто именно лучше. Сложно. Ну тут этот выглядит просто чуть богаче. За счет матового стекла. Бо сейчас так модно. Но опять-таки прости родной. Я не хотел тебя бить. Но это относительно. Ну и возможно тут вот. Плотность пикселей экрана выше. Но на рабочей дистанции. Это ощущается где-то никак. Если вы не привыкли вот к такому разрешению. А 120 Гц здесь тоже есть. Поэтому в том случае. Если шин не является принципиальным моментом. Я бы смело рекомендовал экономить. И брать Poco F3. Оба телефона пушка. Какой бы вы из них не купили. Вы не прогадаете. Скорее всего. На этом у меня все. С вами были Сергей Шихайлов. Проект Ferrum Live. Тыкаем лайки. Подписываемся на канал. А также на наши социальные сети. Я не знаю почему я так сказал. Просто потому что. И делитесь этим видео со своими друзьями. Это очень сильно нам помогает. А вот тут всплывает наша доска почета. Список действующих членов нашего патреон сообщества. Если вы хотите стать такой же бубочкой. Как каждый из этих замечательных людей. Просыпаться по утрам. И радоваться от того что вы можете. Просто так взять телефон. Открыть там дискорд наш патреоновский. И написать. Сережа привет. А где там обзор Asus Zenfone 8. А Сережа арепу почешет. Ему стыдно станет. Да он побежит его делать быстрее. Можете написать. Дим слышишь. Там какие топ наушники за 50 баксов. Мне там я не знаю. Крестницы надо подарить. Или там еще что-то. И он тоже ответит. Представляете. Сразу. А можно и не про наушники спросить. Можно сказать. Дима. Односолодовый. Или какой там. Бленд. Или бленд. И я не знаю что такое бленд. Но Дима вам ответит. Представляете. А еще прибежит Амир Закиров. И не важно. Что вы не знаете. Кто это пока. И вы не знаете. Кто такой Игорь. Ну. У вас явно есть какой-то знакомый Игорь. Но вы не знаете. О ком именно я говорю. О таком Игоре у вас нет. А после вступления в патреон. Вы узнаете. Что такое горячий гейзер. И многое другое. Поэтому мы вас там ждем. У нас там настоящая комьюнити. Пусть все получается. Пусть все будет хорошо. Спасибо что смотрели. И пока не выключайте это видео. Потому что я помню про тот самый спойлер. О котором я говорил. Это Poco F3. И это Poco F3. Нет. Это Xiaomi Mi 11i. Давайте мы сейчас в комментах решим нам делать вот такое сравнение. Или может мы этого хлопца уже отпустим на отдых. И сделать нам вот такое сравнение. А может и такое уже в принципе не надо. Потому что задолбали эти сравнения. А может и нет. Голосуйте. Теперь уже точно все. Спасибо что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok